Каким должен быть конкурентоспособный продукт? Кто в ответе за систему менеджмента предприятий? Сегодня эти вопросы обсуждали на форуме «Стратегия и практика успешного бизнеса». Он посвящен Всемирному дню и Европейской неделе качества. Дискуссионные площадки объединили ведущих специалистов и предпринимателей. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Качество продукции – важный индикатор. Те, кто соблюдает принятые стандарты, всегда выигрыши, отмечают эксперты. Доля фальсификата на рынке все еще высока. Необходимо предпринимать действенные меры. Авторитет в области качества Геннадий Воронин приводит формулу успешного бизнеса. Мероприятия мы проводим много в стране. И конференции, и круглых столов, и так далее. А если по отдельным видам продукции посмотреть, кривая падает по качеству. Качество – это воспитание коллектива. Надо все время воспитывать коллектив. Начиная от уборщицы до первого лица, до директора предприятия. В 27-м году, 91 год назад, вышел первый журнал. Он назывался «Ивестик стандартизации», но это стандартные качества. Я сейчас главным редактором. Значит, главное лицо было – это Куйбышев. Он его глава реакционной коллегии. Все то же самое. Те же вопросы и так далее, и так далее. Геннадий Воронин говорит, что предприятиям необходимо принять четкую программу действий. На площадке форума «Стратегия и практика успешного бизнеса» эксперты делятся опытом и обсуждают проблемы в области качества. Каждый год сюда приезжают гости из других регионов. Я вообще, честно говоря, снимаю шляпу перед регионом. Наши довольно-таки известные регионы не проводят Всемирный день качества. Не проводят никаких форумов. Это печально. Санкции будут возрастать. Да, кого-то санкции мобилизуют. Какие-то наши предприятия, я их знаю, занимаются, в том числе, в первую очередь, у вашей импортозамещением. Но впереди еще много-много дел. Качество продукции зависит и от эффективной системы менеджмента. Но тут все непросто. Эксперты уверяют, что принципы сертификации необходимо перестраивать. Казалось бы, все просто. Остается найти орган по сертификации с наибольшей компетентностью в сфере деятельности предприятия, договориться с ним о цене и времени проведения аудита. Вот тут встают вопросы, кого же выбрать. А главное, бухгалтер на предприятии твердит, что зачем платить больше, если для лицензирующего органа все сертификаты равны. Бери там, где дешевле. Вот и набрали сертификатов. Набрали так, что правительство РФ было вынуждено поднимать вопросы эффективности системы менеджмента качества на предприятиях УПК. Приоритетная задача для предприятий республики – увеличение доли экспорта. Выдержать высокую конкуренцию смогут только производители качественной продукции. В республике создана хорошая база для дальнейшей технологичной и инновационной работы, направленной на постоянное усовершенствование системы менеджмента качества в соответствии с новыми мировыми тенденциями и опытом. Мы всегда очень ответственно и комплексно оцениваем все те предложения, которые есть от институтов и гражданского общества, те предложения, которые поступают от предпринимательского сообщества. Каждый год в преддверии форума объявляют имена обладателей премии главы республики, а также выбирают лауреатов конкурсов марка качества и 100 лучших товаров. Предприятиям, чью продукцию оценили эксперты, Михаил Игнатьев вручил награды. Дмитрий Коварев и Валерий Резюков. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова